ребятишки это серия про джили продолжение очень много я нашпаклевал очень много я нашкурил время идет я покрасил покрасил зеркала покрасил жаба и второе естественно зеркало и второе жаба все тут такой красивый цвет цвет космос покрасил также дворнички короче все как мы договаривались там с клиентом вот все высохло быстрым лаком полтора часа блест для сможем пальчику трубки так тему свет но это былки страдает в чем это до чего мы тут добились добрались добрались мы уже почти до финального этапа это грунтование ну загрунтовали уже затерли грунт но мы боимся сильно затирать потому что здесь все в баллончике я здесь наносил изолятор после этого наносил грунт и вроде у меня грунт ничего нигде не подорвало но сильно я его короче копать пилить боюсь потому что под ним горы тонны баллончика я здесь уже забабахал внутренности смотрите дверей закрасил весь герметик соответственно и прям сегодня отдел зала чего здесь проем чеки немного все тут переходик странно очень краска ложится в проема похода тоже все в баллончике это вообще пипец короче полный где-то какими-то жировыми пятнами вот таким расплывами где-то краска при вообще не держится так стекает привить как здесь это неплохое обезжиривание очень много раз обезжиривал но это как бы пофигу самый жопает как сида с водительской стороны 10 прикинь 10 у тебя брови как у не русского а так вот так как у полу русского рублей 250 конечно нам набрызгать вот смотрите самая водительская сторона и вот вот видите подрывы какой-то у меня как назло короче изолятор еще кончился здесь вообще все потекло просто вот ни с того ни с сего не знаю здесь машина это прям сборище какие-то химических реакций она если честно мне уже очень сильно надоело она гниет буквально на глазах вот нету точки смотрите не было покажу вот появляются такие вот такие точки вылазит вылазит вот такие какие-то здесь вообще к это хрень вылеза вообще не понял что это такое это не шпаклевкой даже не стирается какой-то тут только учу кто учет и не знаю какую-то вот такое пятно я ушкурю шкурю она не стирается просто у него вылазит вот эти вот очаги коррозии скрытый просто вот вот здесь например вот отвернешься она гниет реально она такая гнилая это вообще капец вот здесь тоже эти баллончик очень много проблемных мест и чё-чё делать сейчас не чё делать сейчас мы ее замываем уже замыли обезжириваем заклеиваем под эти гравий надо нанести сюда на ночь завтра я буду красить первую половину этой машины потому что загрунтовал ладно я что-то как акробат ползал здесь но покрасить это просто физически невозможно в таком помещении и за один раз нормально поэтому первым этапом я уже так делал так что не сытится нормально первым этапом я загоняю полностью до сюда и крашу перед все кроме задних крыльев допустим багажника и бамперы то есть крашу крышу четыре двери два передних крыла передний бампер капот все короче крашу проходит 12 часов я перезаклеиваю другую сторону и прогоняю ее полностью вперед до упора до ворот и крашу вторую половину вот таким образом я крашу такие длинные машины я скорее все больше не буду брать такие длинные машины потому что они уже надоели таком маленьком боксе 3 на 6 еще смотрите я ворот открываю и все и место закончилось мне даже ворота некуда открыть ой то есть эти двери сюда красится все что проезжает вот попаду вот этой планкой мы даже один раз subaru forester красили ладно короче продолжаем в общем а еще смотрите то что я даже заклейку не убираю то есть я за на заклеил машину мы и загрунтовали меня вся заклейка из бумаги она вся держится после этого на машинке замыл все аккуратно протер я даже не меняю заклейку потому что во первых что ничего не сыпется во вторых это огромный геморрой все заново заклеивать поэтому мы аккуратно все замываем и заклейка все остается буквально какие-то мелочи подклеиваем небольшие и все и прям так машина красить и получается отлично так что кто каждый раз перезаклеивать то подумайте может стоит вам просто аккуратненько здесь ее замыть и продолжить дальше красить наползи туда ползи давай там это не лень вот мы короче заклеили машину теперь мы там все антигравии короче закатили смотрите как нас тут мало места посмотреть посмотреть я снимаю посмотрите теперь вот туда заползи чё пол какой серый нет мало давай еще оболзи черные уже лучше но еще посмотри какой там есть вот так примерно машину два этапа вот тоже черный красится так и все заклеил конечно парнуха сейчас я антиграй нанесу это обдирую все покрашу там эта крыша покрашивает обдиру другой перезаклею короче то еще извращение и 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 покраска я как всегда в некотором роде накосячил потому что я уже теперь я уже знаю в чем была причина раньше не понимал причина была в слабом давлении краскопульта и поэтому лак не растекался и поэтому капли так сделать еще легче чем жидким материалом ну и плюс я тогда еще не закрывал потолок и очень много всякого возможного мусора нападало как-то так так вот вторую часть машины я заклеил ой закрасил покрасил что у нас тут короче давление попробовал посильнее прибавить вроде получилось чуть получше но все равно не идеально и в этот раз практически ни одной капли нет на вторую половину здесь так вот одна маленькая такая вот есть вот это маленький такой наплывчик потом короче она манометре ой на манометре у меня показывала на краскопульте вообще 6 бар я не помню в чем прикол и только короче потом догадался что я вот это колесо подачи воздуха случайно видать дотронулся она наполовину не зажалось потому что не уход вообще короткий вот раз полностью открыто и полностью закрыта надо давлением красить побольше где-то два с половиной три бара пистолет на 14 но вот получилось в принципе для этой машины нормально сейчас будем расклеивать и собирать уже готовить ее к отдаче убирать капли ставить уплотнители дверные карты фары зеркала туда-сюда так на чем мы собрали это чудо китайского автопрома не без приколов конечно вот этого собирали ты понравился собирать жили выжжен короче это я не стал травмировать вашу психику показывать всю сборку но ничего три часа мата перематываем ее собрали хорошо хоть бампера не пришлось кидывать я даже вон такие модные очки наделся так что мы сейчас я выгоняем и покажем вам финальный результат чё смотрите короче это джили чё-то с ней опять среагировала что-то там не среагировал этот баллончик реально полная шляпа если берете машина перекрас которая была покрасна баллончиком видите даже и полностью перегрунтовал даже это не спасло всяких реагированиях материалов скукоживание всякой короче хрени самих подрывов не было таких звездочек а вот что-то короче случилось какие-то реакции потому что но я не мог так залачить как обезьяна безрукая вот смотрите спереди машина выглядит нормально вот она у меня стоит сейчас здесь сегодня мы с утра собрали в принципе нормально выглядит то есть ну понятно есть какая-то мелкая шагрень крыша тоже выглядит все нормально отражение все есть крышка багажника хорошо выглядит задница в принципе нормально выглядит здесь я саблю подклеил но бака это вообще пипец бака как будто я покрасил опять их из баллончик смотрите какая дикая шагрень вообще какая-то ряд какая-то хрень не знаю что это вообще такое почему так это все получается все здесь наложено как следует лак не лак там вообще какая-то хрень какой-то черно-белое кино здесь у меня смотрите капелька была вот я убирал каплю вот здесь вот глянцевая а вот сбоку видите вот скукоживание прям конкретно есть вот здесь прям вообще не знаю короче чем это связано она как будто баллончик он подтягивает к себе лак как как ты их хрен знает короче что случилось но говорю здесь вот намного хуже чем там где не было баллончика вот такая вот рябь сейчас мы короче все это одношаговой пасты полирнем потому что он болен отдавать такой жесть выглядит ужасно крылья тоже накрыли хрен с ним еще ладно я просто покрасил еще недавно прям сейчас много чего полировать нельзя но двери надо дунуть вот эти короче части центральные не знаю почему так скукоживается даже не даже не представляю почему все прям накладывалось офигенно лак лежал офигенно я очень даже фотографии вставлю как я фотографировал а потом все скукожилось ни с того ни сего на зеркалах тут ведь есть подрывщики от баллончик но все тут как бы все тут есть она уже принцип припылилась пригрязнилась на улице прям постоял буквально два часа не знаю откуда пыль грязь берется просто из ниоткуда так что смотрите вот запомните результат вот так она выглядит у бога сейчас мы и полирнем одношаговой 3мской пастой и посмотрим как она будет выглядеть что ребята это следующий день у нас вчера отключили электричество заполировали мы в общем две двери два крыла ну с одной стороны и с той соответственно также вот у нас здесь уже получился глянец уже не так все позорно но еще раз говорю никогда не полируйте машину рано потому что наделаете таких царапин которые потом не уберете но у нас как бы выбора не было пришлось полировать в принципе просохла более-менее вот такой вот глянцевая поверхность уже получилось уже выглядит не так очень мощно здесь вот это крыло отполировали соответственно здесь также вот эту часть середину это здесь просто полироль грязь еще все налетела получился вот такой результат видите прям вообще зеркало я снимаю себя как зеркале но блин говорю же вот вот что у вас получится единая вам видно нет что вот эти царапины и они создадутся довольно глубокие их практически невозможно будет убрать это вот косяки ранней полировки то есть вот машина не полированная низы вот эти и продвигаемся вверх вот машина полирована кому интересно я полировал это одношаговой точнее я жена моя полировала одношаговой постой 3m с желтым колпачком вот таким оранжевым кругом кстати нам помыть тоже оранжевым кругом и в конце когда паста остается такие жирные пятна не стирая пасту еще мягким кругом проходишь до блеска вот кому надо еще супер блеск можно еще просто блеском пройти но мы прям одной пастой справились в принципе нормально и уже такую машину можно отдать на хотя бы выглядит не позорно очень много крови она у нас попила но ничего страшного опыта поднабрались сделали популировали зато капли потерялись здесь они где-то уже короче если у вас капли полируйте всю деталь тогда вы даже каплю не найдете ну вот она здесь видно вот она но и и сейчас практически невозможно найти если ты не знаешь где она находится а вот здесь тоже они очень очень слабых видно так что полировкой мы убили двух зайцев и сделали глянец и убрали капли ну в целом машина выглядит вот так неплохо но сгниет она все равно и очень очень скоро но это не наше дело наше дело покрасить получить денежки и все и уйти в закат так симпатично выглядит все попробую может подснять реакцию владельца что вы думаете как получилось плохо хорошо из такой машины из такой гнилой сейчас я ставлю здесь видосик вот тут в окошечке из такой гнилой машины отвратительный просто без порогов без всего с гнилыми дверями с двух сторон но из просто трэш вся покрасный баллончик получилось хоть что-то я считаю результат неплохой где-то на на четверочку на 3 с плюсом но все равно неплохо так сейчас уже короче джили наш этот клиент приедет мы здесь идем пешком у нас тут спидвей короче все перекрыли короче очередная трудность как всегда как всегда мы в жопе бежим он забрали катафот съемек с который сломали сейчас бежим у нас чем меньше время осталось надо быстро машина перегнать все подготовить до конца там клемм подсоединит вы следы и сейчас машину будем отдавать немножко я думаю запишу были ну как-то очкова как всегда когда отдаешь машину что опять еще не понравится но блин чё ж поделать если чем мы свои косяки всегда исправляем на думаю на такую опять же сумму смешную когда машин набрал несколько вот всем одинакую сумму сказал 35000 где с него взял из такого хлама я думаю получить такое но смешная цена 35000 работа 10 материал плюс там сварка но это не мне уже были деньги на тачку перепарковали немножко короче по пыли здесь проехались ждем опять очкова очковой ситуации как вообще воспримет клиент чё вообще скажет на весь этот итоговый результат очень короче стремно но вот как то так ждем добрались смотрите короче баллончик это полная фигня лучше не перекупайте тачка в баллончик потом я короче смотри полирнул ее вот так вот крыло вот так двери до сюда и с той стороны с зеркальными а остальное ранняя полировка куча царапин короче будет реагирует короче лак на всю эту шляпу баллончик движется ухоживается такая хорошая фигня но если полирнуть только нормально но первый раз такой что вот так реагирует лак он его типа как стягивает не задашку попросить что там двери герметики полироль белая автомойка смоется тут тоже антигравий но это мелко точка не полируется они сверху это грязь какая-то это не подкраска это на лак я могу при вас полировать она уберется если мусор попадает он же сверху как я смотрю весь капот такой же капот я не полировал если рано полировать что будет куча царапин вот у меня уже на то же самое были мусоринки я сполировал все вот идите посмотрите вот здесь тоже было мусоринки здесь вот но это мы давно уже красили здесь были мелкие точки я убирал обратно тоже нет это то же самое как раз то же самое вот эти точки просто я до там не будет яма на наверху на втором слое потому что машина черный вид как прошло вот капот капот так красный не грунтовый и черт просто покрашены пчелам взрыва блин сейчас помой на года держаться только останется увидеть покрашен уже ржавчина вот там же не грунтовый чел красить прямо без грунтовки тут уже и битом тут не видно ничего ниже не отказывайся я говорю я заполирую бесплатно вот я сейчас не могу заполировать потому что будет много царапин вон я двери тоже полировал на них же тоже были . вот здесь вот черный машинка блин какая она была вы увидели я знаю машину я ездил на ней вот потому что навесных элементов заплатил оставлять на полируем на высшую дать я приедем через козы сберем на них спектр поедешь на девятки хотите оставляйте заполируем но только полировать минимум через неделю надо иначе по царапинку через неделю стоит я видел когда битый капот на ней был там есть же плюсы двери все обгрызли вниз и боли все полностью крылья пустые там как бы я же не это не сто тысяч сяло за покраску а 35 всего как бы я понял я за крышу вообще ничего не говорил крыша нормальная даже полировать не надо ну крыша да она идеальная ну здесь да есть там ну есть но мелкий пиле вообще даже без прибежать я понимаю не на завод ну да не я предлагаю барюк полирнуть если вас не устроит я перекрашу за свой счет это без проблем просто ну и не первый раз знаю что ну полирнется процент 90 в точках всего идут потому что здесь большой очень слой лака здесь два слоя лака и все мусоринки они на поверхность если бы они пальцами не чувствовались они бы это не заполировались но они все вот на поверхность как шишечки ну посмотрите пока остальное дворники жабой зеркала что там мобиль не обрызгал эти фары все как бы ну я красил а у тебя дворники все рядом сажать да утирается мобиль дворники жабо и все как бы это поклевку вообще практически нигде не видно я там ровнял ровнял в итоге сошлись на том что мы оставил машину что мы сразу заполируем и мы сейчас короче пользуемся таким крутым современным методом так называемым катером он не давно уже очень валяется больше года я им все время боялся пользоваться потому что как только начинаешь им счищать пылинки он скалывает их это наверное происходило потому что я им рано пользовался лак не просох сейчас прошло где-то дня четыре с момента покраски я им прям вообще легко эти пылинки вот так подрезаю с пальцем провожу еще пылинки где они у нас тут здесь уже даже поменьше какую не давайте вот возьму вот эту одну пылинку вот и начинаешь ее так потихонечку срезать и она прямо это уходит так раз 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 без фанатизма все пылинка ушла дальше берем наждачку на сухую на полторы и вокруг нее вот так зачищаем чтобы не было блеска ну и дальше уже все как обычно перешкуриваем 1200 полторы две и полируем мы договорились на том что полирнем в общем задние крылья вот эти кусочки крышку багажника полностью без пластика бампера не будем крышу не будем капот полирнем то есть тоже все шагрине вот эту спилим уберем и оставшиеся вот эти вот батоны так называемые на дверях так что ближайшее время мы будем заниматься сейчас полировкой у нас тут комары летают будет разожгли он костер от комаров значит не помогает очень много комаров они нам мешают работать только я могу в темноте ночью полировать черную машину я ничего не вижу у него фонарик вообще еле светит представляете это самая сложная машина это где надо антиголограммную пасту одну вторую третью надо все видеть я полирую в темноте просто ночью я ее под солнцем под жарким полировала да у нас все через жопу сначала мы полировали на ярком солнце когда была жара у нас сохла полироль мы решили поехать вечерком сделать по-быстрому хрен там плавал налетели комары мы здесь разожгли вон костер нюхаем теперь этот костер теперь тут пока мы возились с костром все стемнело теперь я ночью полирую все ну и дальше кино гайдаль какой-то санкции дискарта санкции санкции в общем вот да короче это полная жопа непридуманные истории я вышел узнать как закрывается как снимается сигнализация у меня машина закрылась клиент сидит на вокзале ждет машину я ему звоню машина закрылась ничего не можем короче никак нельзя открыть уже наверное минут 30 идет дождь еще самый прикол ладно машина заведена работает дворники воняет бензином он живет отсюда километров семьдесят ключа у него с собой второго нет это вообще просто какой-то треш контент мы пытаемся как-то открыть не знаю получится ли это вообще или нет похоже скорее что нет короче хрен взломаешь эту тачку вот дождик усиливается блин только только со мной это побывает говно так и ничего мы короче не смогли открыть пришлось ехать на нашей машине в другой город семьдесят километров туда семьдесят километров назад мы взяли ключ потом открыли машину потратили на это огромную кучу времени это было так тупо так глупо ну проблема в том что машина просто сама когда дверь закрываешь она начинает сама произвольно закрываться то есть как бы тут пятьдесят на пятьдесят моя вина то что я забыл ключ и машина просто такая сами наверное сталкивались ну вот мы вообще туда катались семьдесят километров туда семьдесят назад а потом случился еще самый жесткий прикол из того что машина заведена случилась какая-то хрень с коробкой то есть он даже не смог на ней уехать это просто пипец какой то и нам пришлось его снова увезти домой уже без машины и опять возвращаться того мы четыре раза по семьдесят километров короче скатались это просто это было так душно тупо да конечно странно связано думаете что два часа то пора помолотила может быть это и воняло может а это типа сцепление воняет но как без скорость если даже скорость не нажата да вот спроси ты это чудо автопром вонял да как-то резиной ну вроде не сцепление сцепление он по-моему очень сильно воняет как какой-то даже аммиаком по-моему может его как-то там это подергать что-нибудь там тепло тут как зато мне кажется машина обычно она может хоть пять часов молотить и ни хрена не будет ну понятно что так то должно быть ну да ну да думаешь а вот-вот откроен ерунда же такая дверь закрылась ну блин а тут теперь тоже коробка ну вроде казалось бы ерунда скорости нажимается но сейчас нажмется да не хоть не хочет и не горит не хочу не буду не хочу отсюда уезжать понравился тут ну на этом будем заканчивать ролик в итоге потом через несколько дней он просто приехал куда-то на стоуху они откатили как-то отремонтировали там в итоге уехали но в этой истории есть еще небольшое продолжение спустя где-то месяц или два он начал ну присылать фотографию что типа пошли рыжики я говорю ну а чет что вы хотите если такие гнилые двери такие гнилые арки если металл насквозь уже черный хоть я и обрабатывал у меня есть все видео фото подтверждение но это все усталость металла оно будет гнить запомнить если металл не чистый не свин не до светлого не получилось его обработать то как ты не делай это все только временная мера варианта только два это первое песко струить все второе просто варивать новые куски металла по-другому никак это все время это может не вылазить месяц год три года зависит от того где находятся эти детали как на них бьет дождь снег там песок и так далее ну бы у есть был лучше конечно менять крылья все переваривать но сами понимаете что сколько это стоит денег это все зависит от автомобиля оцинкованный не оцинкованный то есть я свою работу сделал все обработал как я мог обработал кислотными грунтами эпоксидами зашпаклевал не на голый металл все загрунтовал покрасил но результат такой что видите машина все равно начинает цвести и ничего ты с этим не сделаешь